Закрыли, видите как. Ребенок может пролезть, а к сожалению, мамы нет за ребенком. Эта история, по словам родителей, началась примерно месяц назад. А недавно фотографии с закрытой на замок площадкой с силовыми тренажерами выложили в социальные сети. Соседняя детская площадка открыта для всех, на эту могут войти только те, у кого есть ключи. Родители внимательно следят, чтобы ни жители дома играть не заходили. Ольга с двухлетней дочкой Алисой приходит сюда, потому что возле ее дома маленькому ребенку поиграть негде. Дети маленькие вряд ли там что-то такое могут разрушить. Это действительно как бы подростки все это там устраивали. Я тогда понимаю, днем можно было бы открывать. Вот утром открыли, к вечеру закрыли. Тогда это как-то, и получается вот это то, что не пускает именно личное, для нас очень удивительно. Ольге и другим родителям объявили, эта площадка – собственность домом, потому что часть средств на ее установку оплатили жильцы. А в соседнем дворе, где стоит целый детский городок, и вовсе земля приватизирована. Когда начались жалобы, что пожилым людям невозможно отдохнуть из-за постоянных криков, а родители переживают, что площадку сломают, ее обнесли забором. К нам стали приходить и ночами, и днями, пить, дебоширить. Вот вчера только ночью приходил папа в 11 часов ночи, и тут пытался все сломать и разломать. Мы ему сказали то, что не ты ставил за свои деньги, ставили жильцы за свои деньги, и ты на это не имеешь никакого права. Он сказал, что я приду, всех вас тут распилю. И это происходит у нас ежедневно. Днем на площадке не лучше. Родителей беспокоит слишком большой поток детей. Одновременно здесь могут находиться по 60 человек, а она не рассчитана на такое количество. Жителям соседних домов родители советуют тоже стать участниками программы «Комфортная городская среда». Установить такие площадки и следить за ними. Мы заплатили каждая квартира с этого дома по 65 рублей с квадратного метра. Это около 4 тысяч мы заплатили. Плюс мы за свои деньги поставили забор. Что нам озеленили? Мы за свои деньги купили шланги. Мы доводим благоустройство, мы его не бросаем и не бросим. И также у нас в планах и фасад дома заменить, и также у нас в планах подъезд исправить. Потому что мы взялись за свой дом, мы сплочились, дружились. Люди, я к вам обращаюсь, я вас умоляю, возьмите свои дома в руки. Не надо идти к нам, не надо у нас ничего ломать и обзывать нас. Писать в соцсетях непонятные вещи. Примите меры в своих дворах. Однако, если в прошлом году родители оплачивали 10% стоимости площадки, то сейчас этот процент вырос. И далеко не все, кто хотел, соглашаются установить площадки во дворах. Тем не менее, играть с детьми где-то нужно всем. Один раз мы приходили, вот данную площадку, которую сейчас детей туда запускали. То есть, я так понимаю, что своих местных. Закрывали их, а потом как бы все остальные, кто вокруг или не с нашего двора, оставались за площадкой, то есть за изгородью, а дети местные играли в там площадку. То есть, ребенку очень сложно объяснить, почему его туда не пускают. Пока мамы с детьми из соседних дворов играют на площадках, открытых для всех. Если огородят их, куда идти неизвестно. Закрытие детских площадок на замок решает проблему их сохранности и вопрос тишины во дворах. Но появляется другая проблема. Их установили, чтобы улучшить условия проживания в городе. А вместо этого обстановка только накалилась. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Продолжение следует...